Рождество и Новый Год Рождество и Новый Год Рождество и Новый Год Замыкая тройку лидеров – братья, произведенные на свет режиссером Джимом Шериданом. В центре сюжета – любовный треугольник, который своими гранями сильно напоминает историю фильма «Перл Харбор». Два брата являются явными противоположностями друг к другу. Старший Сэм – бравый офицер, любящий муж и отец, в то время как младший Томми мечется по жизни, словно по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о жене Грейс. Однако незаметно между ними вдруг вспыхивает чувство. Породнились на экране актеры Джейк Джилленхол и Тоби Магуай. За метаморфозами последнего особенно интересно наблюдать, поскольку после слюнтяйско-тряпочного образа «Человека-паука» он появился в новом для себя амплуа – агрессивного психопата. Между двух огней затесалась очаровательна Наталья Портман. Безусловно, актерский состав – это одна из сильнейших сторон фильма. В целом, это рядовая социальная драма с военными вкраплениями и с хорошо прожаренным саспортом. В семейный бюджет фильма в премьерный у Кент поступило 10 миллионов долларов. Третье место. На второе место опустилось «Сумеречное продолжение». «Новолуни» начинает сдавать свои позиции, однако делает это весьма неторопливо. Вампирская романтика – дело вкуса. Фильм можно критиковать и можно восторгаться, но равнодушных, безусловно, почти не осталось. Рейтинговые агентства уже зафиксировали рекорд кассовых сборов. Главной причиной такого успеха стала удачная экранизация первой части книг Стефани Мара. Поклонники вампирской саги с нетерпением ожидали продолжения, затаив дыхание почти на целый год. К сожалению, тот эффект, который производит книга, не удалось воплотить в фильме. Безусловно, некоторые ключевые сцены, наполненные действиями и спецэффектами, скрасили довольно тоскливое повествование. В отличие от голливудских блокбастеров, где люди корчатся, превращаясь в оборотней, в «Новолунии» метаморфозов гигантских волков происходит в прыжке, когда их одежда, разорванная в клочья, разлетается в стороны. Это отчасти и послужило причиной успеха среди юных впечатлительных барышей. Зрители постарше довольно громко посмеялись над чересчур наивными диалогами и поступками героев. В очередной фазе «Новолуния» в кассу фильма прибыло еще 16 миллионов долларов. Второе место. Как ни странно, второе дыхание открылось у политкорректной и полуспортивной семейной драмы «Невидимая сторона» о том, как человеческая доброта помогла взрастить будущую звезду НФЛ. Матери семейства в исполнении Сандры Буллок однозначно потребовалось значительно мужества, поскольку усыновленный беспризорник вымахал верзилы по два метра ростом. Зато его природные данные позволили ему стать звездой американского футбола. Выдающихся особенностей у ленты нет, кроме заложенной в повествование удивительной правдивой истории жизни перспективного футболиста Майкла Уэра. Очевидно, фильм обладает редким даром, поскольку на третьей неделе проката не оказался на скамейке запасных, а наоборот прорвался вперед, все-таки завоевав золотую медаль. Первое место — 20 миллионов долларов в кассе фильма. Без чего не могут обойтись Олимпийские игры в 21 веке. Оказывается, обязательным атрибутом Олимпиады является ее компьютерная версия, созданная силами Сега с расчетом на очень ленивых спортсменов. Готовится к старту официальная видеоигра 21-х зимних Олимпийских игр в Канаде — Ванкувер 2010. Основной упор в игрушке будет сделан на адреналиновые виды спорта — горные лыжи, сноуборд, коньки. Также нас ждут прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, бобслей, фристайл и так далее. Одним словом, практически все представлены на Олимпиаде виды спорта. Разработчики стандарта обещают хорошую графику, интересные режимы и удобное управление, добавив в списку функций еще и мультиплеер. Основной конек игрушки — реализм. Сообщается, что виртуальные спортсмены будут вести себя в полном соответствии с законами физики. А компьютерные соперники приложат все силы, чтобы не казаться статистами. Игрушка Ванкувер 2010 по плану игроделов должна стать одной из самых успешных из спортивной серии. И к этому есть все основания. Выпущенная в прошлом Олимпийском году игрушка «Пекин-2008» разошлась миллионным тиражом. В случае с версией этого года есть повод ждать еще больше отдачи. В продажу Ванкувер 2010 поступит ровно за месяц до старта Олимпиады. 12 января 2010 года. Приглашаем вас в секцию «Зарубежная фэнтези». На первой полке расположился роман фантастических ужасов английского писателя-фантаста Нила Геймана «Никогде». Под улицами Лондона существует мир, о котором большинство людей и не подозревает. В нем слово становится настоящей силой. Туда можно попасть только отрыв магическую дверь. Этот мир полон опасностей, населен святыми и монстрами, убийцами и ангелами. Нил Гейман – автор многих графических романов, комиксов и сценариев, фильмов, среди которых «Биа Вульф» Роберта Зимекиса и экранизация его собственного романа «Зеркальная маска». Вышедшая в этом году анимационная лента «Каролина» также была снята по его одноименному роману. Впервые на русском, пожалуй, самый знаменитый латиноамериканский роман последних лет. Лауреат ряда престижных премий, переведенные на многие языки мира. Прошлое – аргентинского писателя Алана Пауса. Этот роман – затяжной прыжок в зыбкий мир обостренных чувств, не всегда здоровых сексуальных фантазий и маячащего где-то рядом безумия. Главные герои книги Ремини и София решают разойтись после 12 лет совместной жизни. Ремини – переводчик, делает осознанный выбор – сошествие в ад, существование рефлексирующего холостяка. София же, чья любовь к нему лишь крепнет, вступает в общество женщин, которые любят слишком сильно. Прошлое называли головокрушительной сексуальной Одиссеей, сравнивая с признанными шедеврами Пруста и Набокова. В 2007 году роман был экранизирован лауреатом «Оскара» Эктором Бабенко, причем главную роль исполнил Гайль Гарсия Берналь, звезда фильмов Альмадавара. Опыт показал – радикальные перемены снаружи являются катализатором внутренних преображений и открытий. Привычные жизненные картины на глазах оживают и загораются огнем страсти. Не бойтесь менять и меняться. Мы с вами увидимся ровно через неделю на канале RTVI. Удачных вам экспериментов и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин